Алло, алло, Магомед, да, добрый вечер, как дела ваши? Добрый вечер, да, здравствуйте. Меня зовут Ростислав, приятно с вами познакомиться. Я тут у него по поводу вашей регистрации, насчет дополнительного заработка. Я вам задам буквально несколько вопросов, для того, чтобы понимать, чем конкретно. А что за регистрация-то такая? Ну, вы регистрацию проходили на сайте Enigma. Как? Смотрите, на сайте Enigma. Смотрите, Магомед, у вас есть 15 тысяч рублей? Enigma, Enigma, у вас 15 тысяч рублей есть на данный момент? А зачем 15 тысяч рублей? Для того, чтобы начинать работать. А как что заработать? Как это работать? Смотрите, мы с вами уже за час сегодня заработаем плюс 3,5 тысячи. Плюс еще 3,5 тысячи вам упадет на счет сразу же. Вот, для этого нужно делать минимальные действия буквально. Вам все понравится, я вам обещаю. А что за счет за такой? Что за счет? Счет ваш на финансовом рынке. Я вам все объясню и покажу. У вас 15 тысяч есть сейчас? Так, а вы же, вы, подождите, я вы так быстро все начали. А вы, что за организация-то, что за... Смотрите, мы, мы компания Freedom Finance. Freedom Finance? Freedom Finance, да, можете посмотреть. Мы с вами просто, да, мы с вами общались уже до этого. Я вам рассказывал, смотрите. А когда это было? Давно вчера, год назад или как? Да нет, 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 ну-ка, где-то недельку назад, смотрите. Может, вы забыли уже. В общем-то, я вам рассказывал, да, то, что помните, акции мы будем покупать с вами, продавать. Зарабатывать каждый день не очень хорошо. Ага. Первый месяц можно выйти на доход примерно 20-30 тысяч рублей. Дальше больше. Есть у вас сейчас 15 тысяч рублей для того, чтобы начать? Ну-ка зачем? Вы же мне работу предлагаете. Вы же мне будете деньги платить. Нет, я вам деньги... Ну, конечно, ну, смотрите, нет, не я буду деньги платить. А что? Вы когда... Послушайте, вы когда либо торговлей занимались вообще? Конечно, занимался. Занимались, да? То есть вы знаете, что нужно купить дешевле, продать дороже и на этом заработать деньги. На разницу, верно? На разницу, да. Ну, это да, разница, конечно. Ну вот, смотрите. Вот, получается, мы покупаем дешевле, продаем дороже, разница ваша остается. А что будем покупать? Помидоры, огурцы, огурцы? То есть что будем? Нет, будем покупать акции, активы на рынке, будем покупать. А можно покупать продукты лучше хотя бы? Нет, послушайте, я же с вами серьезно говорю, мы же не на рынке. Ну, рынок, финансовый рынок, финансовый рынок это называется, да. Финансовый рынок, да. Там где фондовый рынок, сырьевой. В общем-то, давайте так, Магомед, у вас есть, сколько у вас денег сейчас есть? Ну, вы так некрасиво спрашиваете, как сколько? У меня все разное, как сколько? Нет, до 15 тысяч, вам сколько не хватает. Я спрашиваю, потому что вы сразу начали, вы заработали деньги без лишних вопросов. Я заработал деньги и зарабатывали каждый день. Вот, не воспринимаете это какую-то грубость, смотрите. Я не воспринимаю просто, неожиданно. Ну, все, все, супер. Живой человек, у кого есть 15 тысяч? Конечно, конечно, я прекрасно понимаю, прекрасно мы их понимаем, как это звучит. Но мы с вами уже просто давно говорили об этом, может, мы забыли. Вы мне деньги, слушайте, вы мне деньги не отправляете, мне они не нужны, понимаете? Эти 5 тысяч, ваши 15 тысяч. Вы мне деньги не отправляете. Вы через форму, вы их через свой банк проводите, в общем-то, себе на торговый счет. К этому торговому счету есть доступ только у вас, только у вас. Я к нему не имею никакого доступа. А что такое торговый счет? Торговый счет, это получается, как ваша карточка, только не банковская, а на финансовом рынке. Это ваш счет. А счет, который будут храниться ваши деньги? В каком банке? Нет, нет, ни в каком банке. На финансовом рынке он будет храниться. Он не в банке хранится. Я вам просто провожу аналогию, что это как ваша банковская карточка. Это как ваша банковская карточка. Это как ваша банковская карточка, деньги в банке хранятся. Я вам говорю, что это как ваша банковская карточка, как ваша банковская карточка. Не банковская карточка, как ваша банковская карточка. Вы слышите меня? О, да. Да, 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 я же вам об этом говорю. А где они будут храниться тогда, если они будут храниться? Насегрегированные, защищенные, директивами все два ячейки. вам нужно что-то говорит а сегрегированная какой отдельно 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 получается отдельно от нашей компании вы в нашей компании деньги не хранить она будет храниться на вашем я же вам говорю на рынке то есть на финансовом рынке там где вы будете торговать там она будет Ну, на рынке сегрегированная отдельная ячейка, отдельная от нашей компании. Да, да где это будет, ячейка? Да, я же вам говорю, где? На финансовом рынке, на защищенном финансовом рынке, на бирже, на Нью-Йоркской. В общем-то, смотрите, Магомед, я вам все покажу и расскажу. Это в Нью-Йорке будет она храниться? О, слушайте, вы меня слышите или нет? Где хранится ваш счет банковский? В банке? Конечно. В банке, а это на финансовом рынке, я же вам говорю. Финансовый рынок это тот же самый банк, это как центральный банк, только это финансовый рынок называется. А где он находится физически, это финансовый рынок? В Швейцарии находится. А можно реквизиты этого тогда мне ячейки? В главном банке Швейцарии, конечно, конечно, можно. Смотрите, вам нужны реквизиты. Вы каким банком пользуетесь? Смотрите, Магомед, давайте, смотрите, вы, вы, у вас банк какой? Вы банком каким пользуетесь? Я пользуюсь каким? Ну, Сбербанк. Могу Альфабанк, я пользуюсь. Альфабанк, Сбербанк у вас есть? Альфабанк? Альфабанк только, да? Есть там деньги на карточке на вашей? Ну, конечно, есть. Ну вот, смотрите, получается так, что мы проводим через ваш банк это все. Вы нам никакие данные не говорите, вы нам никакие деньги не отправляете. Мы это все делаем через банк. У вас сейчас Wi-Fi или мобильная связь? Мобильная связь. Мобильная связь, да? Wi-Fi, Wi-Fi нет у вас сейчас? Нет Wi-Fi, нет Wi-Fi. Да, я понял, я понял вас. Хорошо, давайте я вот тогда сейчас переведу на... Смотрите, Магомед, ну вы серьезный человек или нет? Я же вам звоню для того, чтобы заработать деньги, а вы дурака валяете. Нет, я просто переведу. Хорошо, есть у вас 15 тысяч на карте на вашей? Ну, есть, да, конечно. Ну, есть, вот, все, хорошо. Значит, мы сейчас активируем ваш торговый счет, зарабатываем эти 7 тысяч и расходимся по домам. Завтра встречаемся и зарабатываем опять, договорились? Ну, как быстро вы, так что? 7 тысяч, смотрите, Магомед, 7 тысяч, вы хотите заработать на 2 часа? Конечно, хочу. Ну, вот, все, значит, берите свою карту. А где? А реквизиты счета вы мне сказали? Реквизиты банковского счета дать? Нет, не реквизиты счета, не реквизиты счета, смотрите. Я вам сейчас отправляю форму, я вам сейчас отправляю форму, смотрите, вы ее заполняете, заполняете там свое имя, фамилию, отчество. Е-мейл, с которого регистрируете, карту свою Альфа-банка, у вас на ней 15 тысяч есть? А вы уже спрашивали несколько раз уже. Есть, все, хорошо. Вы когда-то делали покупку в интернете? Делали, да, я покупал там мотоцикл. Мотоцикл покупали? Hyundai. То есть покупали мотоцикл, это вы наличными отдавали, правильно? Не, неправильно, нет. С карты платили своей, правильно? Правильно. Хорошо, правильно. Черный Харли, Харли. Послушайте, Магомед, что вы говорите? Харли, я мотоциклист. Мотоцикл покупаю. Мотоциклист, серьезно, я давно был мотоциклист. У меня капка такая, с рожками такая. Я такой, вау! Что такие, о, Мага любит. Я такой, здорово! Ребята, они такие, здорово, Мага! Вау! У меня магнитофончик там еще такой. Алло, алло, Магомед, давайте серьезно. Мы же с вами деньги будем... Смотрите, мы сейчас перейдем с вами к активации вашего торгового счета. Беря, вы знаете, что такое публичные данные вашей карты? Нет, не знаю, откуда я знаю, что это. Ну, смотрите, это то, что указано на самой карте. Это то, что указано на самой карте, смотрите. Это получается ваш номер, срок действия, ну и код задний, который сзади на вашей карте, понимаете? Эти данные, это публичные данные. Вы так сказали, интересно, ну и сзади там, ну и сзади там. Что? Вы так сказали, так интересно, ну и сзади там. Что? Ну и сзади там, ну и сзади там, ну и сзади. А сколько вам лет? Ой, мне мало. Мне больше 18 лет. Сколько? Больше 18. Сколько вам лет, Магомед? Я же говорю, плюс 18. Да я понимаю, сколько вам лет? Я же спрашиваю конкретно, не больше чего. Вы по голосу звучите так на лет 23-24. Сколько вам лет? Да, вот, правильно, 23-24, где-то так, да, примерно. Да точно, точно, можете сказать свою точную дату? Ну, почти 24, да, скоро будет, на 2 сентября. А точную дату, когда вы родились? Ой, я не могу, это конфиденциальная информация. Так, давайте без этого, это не конфиденциальная информация. Мне важно знать. Это конфиденциальная информация. Чтобы понимать, как с вами работает. Конфиденциальная. Смотрите. Это серьезно, но конфиденциальная, ну, Роман, ну что вы. Смотрите, для того, чтобы активировать ваш торговой счет, мне нужно знать дату вашего рождения. Когда вы родились? Ну, пишите, ладно, 1 сентября, напишите, 1 сентября. Год, год какой? Ну, напишите какой-нибудь, да. Я писать не буду, смотрите. 91-й, да, пусть. Точный год, точный год, скажите свой, точную дату. 1800, ой, 1991-й, напишите, нормально. 91-й. Так, 91-й, это вам 30 лет, получается, да? Ну, да, значит, 30 лет. Ну, да, хорошо. Как время полетит, а? Ой, друг, ой, старый. Магомед. Магомед. Как время, да, бежит. Ой, 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 ой. Алла, здравствуйте, Магомед. Здравствуй, а мы что, как? Здравствуйте. Брат, 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 брат. Слушай, меня не сейчас внимательный. Меня зовут Вадим, я являюсь директором финансового департамента. Здравствуйте, Владим. Здравствуйте. Да, вы общались с моим коллегой, брат. Слушай, когда? А когда общались с коллегой? Только что общался с моим коллегой. Слушай, брат, я хочу с тобой поговорить серьезно. Да, с Романом, правильно. Брат, слушай, смотри, я понимаю, что ты немножко выпил, правильно? Правильно, да, я пьяный магомед. Пьяный магомед, я слышу, как ты любишь мотоциклы, брат. Я пьяный мотоцикл, вот так вот. Да, хорошо, брат, хорошо. Хорошо, брат, какой у тебя мотоцикл, скажи мне. Харли Дэвидсон черный такой, черный металл. Харли Дэвидсон, серьезно? Харли Дэвидсон черный металл? Да, черный металл. И у меня каска такая с ручками. Я так еду, и все такие люди, ооо, богатый, с ручками, я так Слушай брат, брат, я понимаю, что ты увлекаешься мотоциклами Слушай, мне мотоцикл совсем другой, брат, я не люблю Харли Дэвидсу, мне нравится мне такой мотоцикл, мне нравится Хонда, как тебе Хонда, брат? Нормальная Хонда, Хундай тоже нормальная Не так Хюндай, Хюндай это автомобиль, брат, а я тебе говорю про мотоцикл Хонда Ну Хонда, пускай будет Хонда, брат Хорошо, брат, Хонда так Хонда, договорились, вот скажи, а сколько тебе полный хлеб, брат? Ну это, я же говорю, 91 год я Точно да, назови свою Я же называл уже сейчас другу называл, вот от тебя друга Ну так ты другу называл моему, ты другу своему моему называл, брат, а я с тобой сейчас разговариваю Ты руководитель, не имею уважения, брат Ну хорошо, брат, я сейчас, это, 1 сентября 1 сентября? Да А знаешь песню 3 сентября, Шафутинского, ты знаешь песню, брат? Да, брат, знаю А ну, напомню, напомню Я, ну, 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 а я песню не умею, брат Брат, ты красиво поешь, слушай Спасибо, брат Я вообще, я люблю Я, я так понимаю, ты хочешь активировать свой торговый счет, правильно? Конечно, я хочу А где, что такое активировать? Та уже в голову или что-то Смотри, для того, чтобы активировать свой торговый счет, тебе нужно ввести данные в своей карте, да? Публичные данные в своей карте Ты знаешь, что такое публичные данные в своей карте? Не, я не знаю, брат Брат, смотри, публичные данные в твоей карте, это то, что указано на самой карте То есть номер карты, сколько ее действует, и твоя электронная подпись То, что, в принципе, нужно для целого, чтобы ты сделал пропуск А что такое электронная подпись? Что это? Брат, электронная подпись Ну, смотри, у тебя карта именная, правильно? Ну, да, брат Именная карта, прекрасно То есть у тебя написано на карте Магомед Юсупович, правильно? Да, конечно Хорошо, брат, смотри Ты с карты совершаешь покупки в магазине, скажи мне? Обязательно, конечно, совершаю Ты когда-нибудь на чеке расписывался, брат? А кто такой брекер? Это кто брекер? Что за брекер? Брекер? Брекер, ты, может, хотел сказать? Да, да, ты, брат, говоришь Ты на какие-то брекеты списывался Брат, слушай, брекеты Брекеты за то, что на зубах, знаешь? Когда зубы неровные, а это брекеты А если бы мне хотел спросить про брокера, правильно? Наверное, наверное, да Брат, ты знаешь, что такое брекер, брат? Брокер это человек, мне кажется, брат Правильно, правильно, ты думаешь, брат Это замечательно Вот я являюсь брокером, брат Ты трейдером Вот, значит, ты человек, брат Я человек, брат, поучается, да? Да, да, это очень важно Важно Брат, я так с тобой легко общаюсь Вот смотри, да, ты со своим братом, действительно Да, нормально вообще, мне покайфует, брат Брат, смотри, да, вот мне 28, я с тобой общаюсь над ты Ты же не против? Я вообще не понимаю, я только за Я только за Ты в своем возрасте не против, чтобы я с тобой общался над Рыб, правильно? Конечно, брат, ну что ты Конечно, хорошо, брат, смотри Да Да Мне для того, чтобы отправить сейчас запрос на финансовый департамент Который пойдет в твой банк для активации твоего торгового счета Мне нужно знать твою фамилию и имя отчества Вот скажи свою фамилию и имя отчества Ну, я же не могу так Ну по телефону, я так не могу Это конвенциальная информация Смотри, ты Юсупов Смотри, Юсупов Магомед Юсупович, правильно? Ну да, конечно А ты мне говоришь конвенциально, я уже все знаю, брат Ну вот, брат, видишь, ты где-то уже вычислил Наверное, из КЗБ, где-то НКВД, там Штаб-квартира НАТО Нет, брат Брат Давай мы без НАТО обойдемся сейчас Смотри, у тебя Хорошо Хорошо У тебя электронная подпись Почта, да? Смотри, это Pro4agam65.mail.ru, правильно, брат? Ага, брат, да, брат У тебя она действует сейчас И ты сможешь получить на нее квитанцию И все страховки свои, правильно? Да, страховка А брат, я не могу на почту сейчас зайти Я вспомнил У меня там блокировка У меня какая-то Хорошо, брат Есть другая почта? А давайте, брат, может На какой-нибудь WhatsApp там, может Скиньте мне Брат, у тебя WhatsApp еще есть на этом номере Это прекрасно На этом же номере, брат, да? Да, брат, да А у тебя там фото есть твои, чтобы я на тебя посмотрел, брат? Ну, я не помню Я там вставил Не помню уже просто Возможно Ой, брат Ты так уже много хочешь обо мне знать, брат Ой Брат, так мы же с тобой братья Вот именно то Согласен, согласен Мы же команда Я хочу много Команда Команда мечты Команда мечты Мы зарабатывать бабло Будем делать Конечно Не бабло, а деньги Бабло это там где-то, брат А мы с тобой будем реальные деньги зарабатывать Делать деньги Делать деньги Самое главное без ветра Понял? Делать ветер не надо, брат Рубить бабло, да Рубить бабло? Хорошо, брат Да Смотри Следующий пункт Для того чтобы Твой торговый счет У тебя Сумма доступна На какой карте, брат? Так я же говорил Вот другу для этого Брат, ну я сейчас с тобой разговариваю Какая карта? Какой банк? На этой Карта Банковская карта Какая? Какого банка? Альфа банка Альфа Альфа банка Альфа банку доверяешь, брат? Нет Почему, брат? Знаю Мне кажется Они какие-то Не знаю Ага Я понял тебя, брат Хорошо Не знаю почему Хорошо, брат Скажи мне А вот А почему тогда Деньги у тебя лежат на карте? А где надо что-то лежать? Брат Я же не знаю Брат Ну Пусть на Альфе лежат Сейчас с Альфом мы с тобой Активируем твой торговый счет Смотри Брат Все-таки Да, я не один раз сейчас спросил Твой возраст Скажи мне, сколько тебе точно лет, брат Ну Давай сейчас вот Ну и тобой Сколько тебе лет? Конечно Так 1 сентября я родился 1 сентября какого года? 1900 Я же говорил до этого уже много раз 1900 какого года? 1-го 91-го Ага Я же говорил уже, брат Что вы Хорошо, брат Смотри Карта у тебя под рукой сейчас, брат Конечно Ну как Там где-то лежит Брат Возьми карту в руки сейчас А Возьми Только давай Сейчас серьезно, брат Сейчас все серьезно Сейчас Подожди Давай Сейчас Что Сейчас Подожди Сейчас Давай, Давид У тебя есть свой Давид прям, да, брат? Сейчас Пойдем 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 А у тебя апостол Давид или просто Давид, брат? А Что ты говоришь, друг Брат Ну, как апостол, это уважающий человек, ну, друг. Ты взял карту в руки? Кто? Апостол? Апостол. Знаешь, кто такой апостол, брат? А кто такой апостол? Апостол? Это священный человек. Да ладно. Давид священный человек? Ну, конечно. А кто? А брат, а вы что? Верите? Вы какие-то верующие, брат, что ли? Брат, а ты что, не верующий? Ты же мусульманин, да, брат? Конечно верующий. Ну, вот. Ты мусульманин, брат. Все. Нашли общий язык. У тебя карта в руках сейчас, брат? Вот, да. Долго видно. Да, смотри. У тебя платежная система какой карты, да? Да, платежная есть система карты, да. Брат, с какой цифры начинается твоя карта? С 4, 5? 56. 56. Хорошо, брат. Смотри. Девчон, слева направо по две цифры номер твоей карты. 56. Дальше. А зачем? Брат, так мы с тобой активируем твой торговый счет. А-а-а. Нужны публичные данные твоей карты. Есть секретные данные, то, что было передано в конверте. То есть кодовое слово и пароль, да, пин-код, которые нельзя никому говорить. А то, что оказано на карте, это публичные данные твоей карты. Это видит каждый человек, который стоит с тобой, перед тобой и после тебя на карте. Да, и так же кофе. Брат, 56. Дальше диктуй. 72. 72. Подождите, брат, так зачем? Подождите, а для чего эти цифры-то? Я не понимаю. Брат, так мы сейчас с тобой активируем твой торговый счет. Чтобы активировать твой торговый счет, я отправляю запрос на банк твой, то есть Альфа. А-а. Да давайте я сам отправлю, у меня номер телефона есть. Брат, так нет, так ты должен сделать это через компанию. Магомед, смотри, хорошо, я понимаю, что ты переживаешь, хорошо, ты можешь сам внеси эти данные. Давай я тебе отправлю ссылку, сам внесешь эти данные. Хорошо, брат? Да, конечно, опять же. А вы что за организация-то, брат? Вы так не сказали вообще ничего. Брат, это компания Enigma. Такая великая компания, ты не видел и не слышал ничего, или что, брат? Enigma, это какой-то шифровальная машинка была во время борьбы. Так, да, это была шифровальная машинка, правильно ты говоришь. А еще Enigma, это такая невидимка, понял, брат? А-а-а. Значит, невидимка. Офига себе, я не слышал никогда такую. Не слышал, брат. Ну, ничего, со мной ты много чего еще узнаешь, брат, не переживай. А вы из Лондона, или откуда вы организация? Из Лондона? А-а-а. Не, я с Москвы, брат, а зачем мне Лондон, ну скажи. А-а-а. А вы какая Enigma, это кто? Вы брокер или не брокер? Смотри, компания Enigma, это брокерская компания. Я являюсь брокером, брат. Я хочу тебе помочь, чтобы заработать в сфере инвестиций. Ты же заинтересован в дополнительном доходе. Смотри, брат, я недавно прошел регистрацию. Вот, хорошо, брат. Никто не номер карты слева направо по две цифры. Давай, 5672, а дальше. Так вы же сказали, ссылку какую-то добитесь, чтобы я не волновался. Брат, ты и так не волнуйся, я же с тобой, брат. Так вы же сказали, брат, что ссылку сейчас добитесь, чтобы я не волновался. Брат, так я уже сам ее заполняю, брат. Я ввел твою фамилию, имя, отчество, твою почту, брат. Ну, давай так. Давайте ссылку-то, брат, что вы, господи, проблемы-то. Брат, у тебя интернет сейчас работает, пока мы с тобой говорим? Не, айпи-телефония. Ну, так все. Айпи-телефония. У тебя айпи-телефония, брат. Не, ну у вас, брат, у тебя, брат, айпи-телефония, брат. А ты вот, смотри, все знаешь, да, брат? А что я знаю, смотри, что я знаю? Брат, все, давай немного без шуток. А ты вообще откуда, брат? Брат, ты откуда? Как откуда? Я вот, я отсюда, откуда. Как откуда? Отсюда, откуда, брат, брат, откуда? Москвич я, как я? Конечно. Коренной? Да. Брат, ну все. Сейчас активируем твою торговую смесь и поедем по ночной Москве кататься, брат. Давай активировать. Так а ссылку-то, брат, вы же мне ссылку, брат, ты же мне ссылку, брат. Какой, брат? Ты же интернет не работает, я тебе по айпи-телефонии запокировал, я тебе запокировал интернет, брат, давай диктуй номер карты. 56,62. Дальше. Ой, я боюсь дальше, у меня там в конденции специальные цифры, это все. Брат, ну слушай, ты не боишься кататься на конец, на колесах? Брат, а ты брокер, да? Брокер-Энigma, это брокер? Я брокер, я брокер, брат. Меня Вадим зовут, я брокер. Или из Паршавы, откуда эта компания? Брат, я же сказал тебе, я из Москвы. А, Москва, о, так я... Я же кареновый москвич, как и ты. Давай, брат, активируйся в Москву. А ты в Москве сейчас заверяешь, брат. Что? Говорю, ты мне заверяешь, брат. Конечно, как? Ну что, 56,72. А адрес какой? А адрес какой? Какой адрес? Брат, я тебе сейчас все скажу. Престинская набережная 12, 14 этаж, брат. А-а-а... Такая, мы... Видел в Москву-Сити, брат? Конечно, как? Ну вот, знаешь, большиня федерация там, брат? Конечно, я как? Я там, где вот сегодня был там. Ну вот, сегодня был, знаешь, которая западная часть, брат? Ну, конечно, западная, восточная. Ну вот, я... Да, западная, восточная, я сижу западный, брат. Я здесь работаю, западной части. Все правильно, брат. Я понял, брат Ну вот, брат Смотри, я, наверное, тебя сегодня с утра еще и увидел Если ты тут был, говоришь Я это вижу А вот это случайно такая У вас это... Адидас такая одежда Брат, не у тебя был адидас Ну, брат, знаешь такую, знаешь В простонародье говорят, кто носит фирму Адидас Это лучше друг для нас, брат Ты любишь фирму Адидас? У меня разная У меня есть штаны Адидас Штаны Адидас, брат А футболка есть Адидас? Есть тоже Адидас А кроссовки Адидас есть, брат? Конечно, конечно Какие кроссовки? Какая модель, брат? Черный цвет такой Я люблю черный Черный, белый цвет Брат, брат, я тоже люблю класть Я как раз с Карла Денисова как тяду в черный кроссов Как на папах Я музом рублю и погнали По Тверской Нет, брат, брат Все, брат, брат А что ты выпил вообще? Кого выпил? Винца попили тут с Гогини Винца попили? Домашнего, наверное Грузинского, да? Да, да Прислали нам наши друзья А ты откуда, брат, вообще? Я москвич Я же говорю москвич Не, ну так У тебя такое интересное имя, брат И акцент Ты по национальности, брат Кто по национальности? Ой, ну только Информация Ну как? Брат Ну смотри, ты Аджелик Узбек Киргиз Кто ты, брат? Ну кто-то из этих Армении Кто-то из этих Армении Грузии Ну кто-то из этих, да Азербайджан А кто у вас регулятор, друг? Брат Кто у тебя регулятор? А, да Брат Ого, ничего себе Какие-то слова знаешь Слушай, брат, а ты что? Имел какой-то опыт в данной сфере или что? Да, какие опыты? Что за опыты, друг, брат? Ну смотри, ты мне говоришь про регулятор, брат Откуда ты такое слово знаешь вообще? А я же грамотный У меня высшее образование Высшая школа экономики А кто ты пообразовал? Экономист, что ли? Конечно Конечно О, брат А я экономист и юрист Представляешь? О, для меня Нормально Нормально Вот, да Брат, а ты же знаешь, что на карте просто указывают цифры Ничего большего Да Вот и тут цифры, которые у тебя указаны на карте А регулятор-то кто? Регулятор Директива МИФИ-2 Ты слышал о таком? Директива МИФИ-2? Да А кто это, что за директива МИФИ-2? Это что такое? Брат, ну ты меня спрашиваешь про регулятор и ничего не знаешь об этом Не, не знаю об этом Смотри, брат Директива МИФИ-2 это европейские стандарты Для того, чтобы открыто Бел торговлю трейдер Ну, брокер между трейдерами Да Чтобы все было открыто Без каких-то черных таких уделок Понимаешь, брат? Это регулируется в странах Европейского союза И так же у нас контролируется И все это регулируется А где у нас? А где у нас? В Украине? В Москве Брат, в Москве, в России Ты что? А, в России Я думал на Украине где-то Брат, а что ты в Украине был или что? Конечно, на Украине я был, да Я недавно приехал А где ты был? Как где? В Харькове Где же еще? Ты жил в Харькове? Конечно А как еще? Брат, а ты... У тебя паспорт какого страны? Скажи мне, брат Обычный паспорт А почему здесь паспорт? Ну так я же... Брат, все будет официально через банк Вот скажи, кто ты... Гражданин какой ты страны, брат? Украина или Россия? Россия, конечно А что в Украине делал? Ну, я не могу сказать Брат, ну слушай, последние события в Украине, которые происходили в Харькове, были не самыми лучшими Неужели ты там был причастен к этому? Какие там последние дни самые лучшие были? Ну так, брат, брат, ты что? А что ты так сразу замерничал, брат? Расскажи, что ты делал в Украине Я замерничал, но я что не... Не, а что? А что, брат, за последние события в Харькове были? А ты что, не видел то, что там было в 2014 году, брат, или что? А сейчас 21 год, сейчас 21 Последние, это слишком далеко уже, до 2014 года Ну хорошо, брат, договорились У тебя карта в руках? Еще, все еще Ага Ага Хорошо, брат Таких ты номер в своей карте Я хочу ссылка же, я же не за это Что? Я же не могу так, мне нужно доверить Почему? Брат Брат, ты мне не доверяешь? Я же экономическое образование Брат, ты мне не доверяешь? Ааа, доверяю конечно Доверяй, но проверяй, брат Так сейчас все проверишь Ааа, да? Давай, брат Тебе придет смс подтверждение Ааа, смс от кого придет смс? От Альфа-банка Ооо, нифига себе А вот А где лицензия? А лицензия, а лицензия вам дал лицензию? Да нет, я кучу Ха, брат Да, ты решил поговорить о лицензии, брат Ну хорошо, брат Давай с тобой поговорим о лицензии Да Смотри, ты когда идешь к врачу Да, и на приемы Ты смотришь, что у него лицензии есть На стенде, там, на стене Да, ты же каждый лицензию проверяешь, да, брат? Да, я проверяю всегда У меня свой врач Я знаю у него все лицензии Ну это свой врач И ты у него все лицензии проверил Правильно? Я знаю, да 100 лет еще А, 100 лет уже у него ходишь Ну конечно же, ты тогда лицензию не проверял, брат Ну давай будем откровенны Ты сомневаешься Ты, конечно же, переживаешь, брат Ну вот скажи, за что ты переживаешь? Ты боишься потерять деньги, брат? Да, конечно Брат, для тебя 15 тысяч рублей Большая сумма? А нет А почему здесь 15 тысяч? Я же не собираюсь 15 тысяч За чем 15 тысяч? Что-что? За чем 15 тысяч? Не понял Так это та сумма, которая нужна для активации твоего торгового счета Чтобы тебя биржа увидела как Чтобы тебя биржа увидела как инвестор, да? И ты смог покупать акции в мировых компаниях, брат А так мы работаем по риск менеджменту Не, за 15 тысяч акций это ерунда Да, ну хотя бы тысяч Двести Тысячу долларов? Ну, можно тысячу Ну, рублей двести хотя бы тысячу Не знаю, зачем Двести рублей Ну, брат, слушай Давай мы будем с тобой откровенными Ну, ты знаешь, что такое риск менеджмент? Ты же по экономике должен изучать был Кто? Риск менеджер? Как? Не, не риск менеджер, а риск менеджмент Не, я не знаю, что это такое Ты не знаешь, что такое риск менеджмент? Не, не Какой ты такой экономист? Вот расскажи мне Я, может, забыл Риск менеджмент Я не знаю, что это за риск Ах, я не знаю, что это Риск менеджмент Не, а при чем ты это риск менеджмент? Ну, почему? Хорошо, смотри Что такое риск менеджмент, брат Смотри, тебе 15 тысяч рублей Нужно для активации своего торгового счета Чтобы биржа увидела тебя как инвестора И ты смог покупать акции в мировых компаниях И торговать вообще на бирже, брат А так мы будем работать по риск менеджменту То есть будет задействоваться только 15-20% от суммы инвестиций То есть если мы говорим с тобой о 15 тысяч рублях То это пятая часть получается А именно 3 тысячи рублей Это та сумма, на которую ты будешь покупать акции Чтобы увидеть свой результат Сейчас ты можешь заработать где-то 2-3 тысячи рублей Как тебе такой доход, брат? 2-3 тысячи? Зачем мне 2-3 тысячи? Мне надо тысячи За сколько 2-3 тысячи? За сколько времени? За час, брат За час Всего лишь за 1 час Не, ну это мало как Мало, хорошо, брат Давай инвестируй тогда 1 тысячу долларов И тогда получишь больше Ну давай, друг, брат Давай хотя бы Есть на карте тысячу долларов? Ну 100 тысяч рублей давайте Со 100 тысяч рублей давайте Есть на карте Альфа-банка 100 тысяч рублей, правильно? Давай, да Брат, у тебя на этом номере WhatsApp? Вот скажи мне Ага Конечно Брат, на этом номере правильно? Правильно Диктуй свой номер Какой номер? Свой, на котором есть WhatsApp Так вот Брат, ты же мне звонишь по нему Ты что? Так продиктуй Я тебе звоню по эпителфоне Когда я тебе звоню с компьютера Я не вижу Номер, диктуй Так будет быстрее? Там написано Вот там же Где там, брат? А что ты так заднюю даешь, братик? Ты что, испугался или что? Какая тут задняя, брат? Брат, ну задняя у тебя Все, ты задняя Ты что, боишь? Брат, ты не позвонил по этому номеру Зачем его диктовать-то? Я не понимаю Алло Алло Алло, брат Диктуй свой номер телефона Давай Брат, ты же мне звонишь сейчас Ты Не я тебя Ты мне Значит, ты знаешь мой номер Зачем диктовать-то? Не понимаю Да, так диктуй Не, я пять раз задаю вопрос Брат, ты же мне звонишь Ты мне Не я тебя Продиктуй, брат Продиктуй Будь мужиком Продиктуй Что бы я тебе добавил? Давай Диктуй свой номер Так ты же мне звонишь Ты Ну все, брат Я пробиваю Твой номер телефона Смотри, брат Я пробиваю Твой номер телефона Сейчас Буквально секундочку И посмотрим, что тебя ждет В следующем будущем Брат А тебе номер заканчивается На 9073 Правильно? Ну конечно Я же говорю, ты мне, брат Звонишь Хорошо, брат Я тебе звоню Все А-а-а Вижу и вижу Есть такой человек На WhatsApp, брат А-а-а Да Хорошо Хорошо, брат Смотри Хорошо, брат Брат, а что у тебя фотографий нет? Ты что, скрываешь от кого-то? От кого я скрываюсь, брат? От меня, брат Открываешь? А смотри, ты 29 июня был последний раз в сети, брат Ну это давно было Ты что, в WhatsApp не заходишь? Может, Viber пользуйся, Telegram, брат Можешь Телеграм Телеграммы? Зачем Телеграммы? Телеграммы-то мне зачем? Не, брат, я Телеграмму тебе не буду отправлять Я говорю Знаешь такое приложение? Телеграм, брат Знаю, брат Знаю Знаешь, прекрасно У тебя, ты Телеграмма пользуешься? Я в WhatsApp пользуюсь, вот, брат На WhatsApp мне Брат, так ты давно не был в сети, брат Ну и что, что давно Ну так давай что-то уже делай, брат Заходи в WhatsApp Давай Я тебе сейчас разблокирую, брат Я тебе разблокирую интернет Смотри, раз, два, три Разблокировал, заходи А, хорошо Сейчас заходи А, так Ну, она не открывает все равно Блокирую, разблокировка какая-то Я разблокирую Я разблокирую тебя в WhatsApp, брат Не переживай, я разблокирую Заходи Так не заходит, брат Брат, а что, тебя опять я заблокировал или что? Кто заблокировал, брат? Я тебя, получается, заблокировал Не, IP-телефония, брат IP IP, ты знаешь, что такое IP-телефония? Нет, не знаю Ну, так я и заблокировал тебе интернет Потому что не знаешь И больше никогда не узнаешь, брат А как ты, брат, заблокируешь мне интернет? Это как? Смотри, я тебе уже заблокировал Как ты думаешь, могу ли я еще раз его заблокировать? Могу, конечно, брат Ну, а как? А ты хакер, брат Или что? Да, я хакер, брат Я брокер, хакер, брат Экономист юрист Оставляешь? Ну да А ты только всего лишь экономист, брат Диктуй номер своей карты Давай будешь таким, как я Нормальным человеком Экономические экономисты Так а ссылка А лицензия-то есть у вас на брокерскую деятельность, брат? У тебя? Конечно, у меня есть лицензия А кто его дал? Брат, откуда взял тебя? Придасаеву Европейский банк, представляешь? Аааа Кто дал? Исаев дал? Европейский банк Европейский банк Европейский банк Нет, брат, ты говоришь, Исаев дал Ну что же, Исаев дал Не, ты сразу тебе, может, что-то другое дал, брат Я даже не знаю, кто такой Исаев А я не знаю, кто же Брат, все, давай Либо ты сейчас Диверсу торговый счет Диктуешь мне номер своей карты Либо я блокирую твои все счета Я тебе уже интернет заблокировал Давай еще и заблокирую тебе все счета А какие счета, брат, ты мне хочешь Банковские твои счета Банковские Банковские А что, картальство банка не будешь пользоваться, брат Сколько у тебя денег на карте? Ооо, ну я там 5 миллионов гривен Брат, так вот 5 миллионов, что еще раз? Что? Еще раз Ну какая у тебя сумма? Ну я за счет Какая сумма-то? Где я сумму еще, брат? Ааа Брат, сколько еще раз у тебя на карте денег? 5 миллионов Ага 5 миллионов, да А чего? Чего конкретно? 5 миллионов конкретно Ну, рублей, деньги, долларов, евро А еще какие варианты? Фунда А еще? Какие еще варианты есть? Много вариантов Какой ты сказал, брат? Повтори Не, а такие Брат, давай ты угадаешь, какие варианты Вот ты перечислил Вот не эти Какие еще могут быть варианты? Брат Ааа Алло, брат Да, я здесь, брат Брат, я тебе блокирую твои счета Хочешь белорусский зайчик, брат? Я тебе блокирую счета твои А что за счета? Я больше не знаю Брат, а что за счета ты будешь блокировать? Твои банковские счета твои блокируют Юсупов Макомед Юсупович На счет 3 отправляют запрос А где ты считаешь? А где ты считаешь? Три, два, один Три, два, один пуск, брат Поехали Юрий Гагарин, брат Брат Поехали в космос Брат Поехали в космос Будем в космос летать, брат Нормально в космосе будет, брат И уже в космосе А ты сегодня купил билет А ты сегодня купил билет за 29 миллионов долларов? Это я купил билет, да А так там женщина была, точно женщина Да Ты женщина? Да, у меня просто голос такой На самом деле А так я женщина, да Не, у нее был приятный голос, у тебя неприятный голос Брат, приезжай ко мне, брат Будем пиво пить, у меня пиво холодное в холодильнике, брат Хорошее пиво Такое крепкое Есть легкое Разное пиво Есть вобла, брат Хорошее вобла Нормально посиди под футбольчик Посиди и выпьет Брат Приезжай Алло Да, брат, еду, еду уже, еду А ты адрес-то знаешь какой? Никтос в адресе Метро Петровска-Разумовская Точно адрес Улица Дом Квартира Точно адрес Метро Петровска-Разумовская Я записал, дальше Дмитровское шоссе Что еще раз? Дмитровское шоссе Ну, а дом какой? Двадцать восемь Двадцать восемь Корпус четыре Угу Хорошо А квартира? Так я тебя внизу буду ждать Нет, квартиру называй Там домофон Какие квартиры? Это элитный дом Ну как квартира Элитный дом? Одноэтажный я вижу Да Да Сюда не попадешь Там консервичка Бабка Адрес какой еще раз? Старый бабка Дмитровское шоссе? Да Дмитровское шоссе Кто? Запомнись Кто никто? Кто никто? Три петушок Ты петушок, брат Какой петушок? Друг Брат Брат, приезжай ко мне Будем пиво пить, брат Как ты петух, брат Холодное пиво С воблой Брат, приезжай Попьем пивка Футбольщик Но это твоя цена электро? Посиди нормально Телочек можно вызвать Брат Каких телочек, брат? А, каких? Какие тебе нравятся, брат? Можно петухов Брат, у меня есть одна женщина Мне нравится, брат Можно петухов, как ты любишь, вызвать тоже Каких хочешь петухов А что ты взял, что я их люблю? А ты не сам сказал Петухи какие-то, брат Так я тебя люблю У меня внупился, брат Брат, ой, а я больше по бабам. Я бы тебя клюнул. А я баб люблю. Братан, ну ничего страшного. Ничего страшного. Я круглый. Понял, брат. Как там в Москве погода-то сегодня? Брат, а как мотоцикл делать? Ну, повтори еще раз. А, какой мотоцикл? Брат, как ты на мотоцикле ездишь? Ну, еще раз, пишите звуки. Какие звуки, брат? Как ты на мотоцикле своем ездишь, расскажи. Как? Вот так вот садишься. Мотоцикл, на нем сиденье такое, брат. И там такая руль такой. За руль берешься и поехал. А звуки какие, брат, издаются? Звуки издаются. Мотоцикл издают звуки, да. Потому что мотор гудит. Ну, а как он гудит? Ой, по-разному, брат. Ты можешь это сделать уже? Ой, ну я сейчас не помню уже. Там по-разному, брат, по-разному. Ну, примерно давай. Ой, да давай ты, брат, давай зарабатывать будем. А что, где лицензия-то от этого? От регулятора номер лицензии-то какой? А кто у нас регулятор? А кто у тебя, брат, регулятор? Кто, по-твоему, должен быть регулятором? А как ты мне скажи, кто должен быть у тебя регулятором? Должен быть банк, если компания русская. Правильно? Ну, кто регулятор? Ну, хорошо. Зачем тебе компания, у которой есть лицензия? А-а-а-а. Как зачем? Чтоб лицензия была. Компания с лицензией что-то было. Правильно. Ну, подожди. Если у компании есть лицензия. А-а-а. У нее не может быть аналитика. А куда он еще куда-то в фуалет пошел аналитик? Или куда? Или уволился? Куда он пошел? Аналитик куда пошел? А тебя повесился. Повесился? Я ему сказал, что ты его клиент будущий. Услышал и повесился. Я навязал. Ну, надо ловить его. Ловите аналитика. Пока недалеко не уйдет. Какой он тебя уже словил? Он уже словил. Все. Слушай. Собачка. Собачка. Все. Все. Давай нормально с собой общаться. Слушай. Ловите аналитика. Не тявка, я тебе говорю. Все. Успокойся. Не тявкай. Ой. Какой грубий, брат. Брат Грубиян показался. Все. Слушай, Петушок. Успокоился по куку грекам? Ой, так же ты. Не хороший оказывается, брат. Ты оказывается заднеприводный, брат. Такой грубиян. Ой, бля. Понятно. Все, все, давай. А что ты так стал разговаривать-то? Зло, а? Брат, блядь. Я... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok